МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадио компании «Хомелюс», туда и працуя Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Великий педсовет, задачи и отказы. На переддень нового научного года педагоги вызначили планы и узнагородили лепших. ЦК ВТФ Столуеве отбылся день Ковуна и его сябров. Выходные, поза эфиром, в Велевском районе прошел летний фестиваль Бел-телерадиокомпании. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Президент Беларуси не выключает досконаливание системы поступления УВНУ. На встрече с профильным министром Александр Лукашенко прононсовал великую нараду по пытаниях национальной аддукации. Утым ликует их, что могут закрануть университеты. Плануется, что ее проведут до конца года. А кроме того, Александр Лукашенко потребует обеспечить подрогтовку до школы у всех без исключения детей, допомогти тем, кто имеет это потребу. До сих пор критика на централизованное тестирование. До сих пор критикуют новую какую-то там методику. Вы изобрели по подсчету этих баллов. Хотя главное не баллы, а знания. Все должны понимать и родители, в том числе, если у ребенка есть знания, то по каким баллам и шкалам ты их не считай, они все равно поступят в УВЗ. Если знаний нет, никакие баллы не помогут. Но тем не менее, скажу вам откровенно, что я в последнее время, послушав многих родителей, да и у меня хватает учеников в моей большой семье, учеников хватает. И я этим интересуюсь. Я уже начинаю задумываться, получая большой объем информации, что нам, возможно, придется где-то совершенствовать, мягко говоря, систему поступления в УВЗ. Больше всего меня волнует то, что абитуриент, мечтающий завтра стать студентом, не сдает экзамены лицом к лицу с экзаменатором, с преподавателем в УЗУ там или же других учебных заведений, которые призваны принимать экзамены. Первые звонки по всей краине проглушать с другого вероятеля. Практично все школы Беларуси уже готовы сустреть в Ушнях. День ведов станет особливым для 115 тысяч первоклассников. Усяго за парты сядутся 1 миллион 30 тысяч навученцев. Вынеки подведены. Задачи на новый навучальный год огучены. Сегодня в Гомеле пройшла Жнивенская педагогичная конференция. Ее удельниками стали наставники и керавники региональной системы адукации. Усяго коля тысячи человек. Какие успехи достигнуты и на что необходимо звернуть увагу в ближайшее будущее, доведался Дмитрий Котов. Перед початком официальной частки выстава установ адукации региона. Тут и работы навученцев, присвященные году Малою Радимы, и демонстрация сущасных махчимостей у Голины, лечебовые технологии. Развитие творческих здольностей и компьютеризация, как одно из складающих кончаткового вынеку работы сферы адукации Гомельщины. Школьники в области активно демонструют свои таленты у самых разных накерунках. И, что важно, достойно представляют регион на сусветной арене. В минулом научальном годе Ирина Гончаренко подрихтовала пероможцев международных интеллектуальных баталий у Испании, Великобритании и Малайзии, як означая наставница, головная у працы педагога, безмежный интерес и жадание завсёды удосконаливаться. Мой принцип никогда не ограничиваться рамками урока, то есть постоянно жить работой, жить детьми, заниматься с ними в любое время суток, отвечать на все их вопросы, учиться вместе с ними, самосовершенствоваться, потому что наш мир не стоит на месте, соответственно, если я заторможу, то притормозят и дети. Наученцы региона дареши продемонстровали лепши за опошний пять год показчик на заключенном этапе Республиканской Олимпиады. На их рахунку 101 диплом и первое место – сирот областей. С уликами республиканских баталий амаль 450 дипломов. Такий выник немогчим и безштуденной самоданной працы педагогов. Лепши из их отримливают заслуженные узнагороды от Гомельского Аблвыконкама, областного совета депутатов и Министерства адукации. У подяку за шматгадовую пленную працу нагрудные знаки – выдатник адукации. Гоноровое звание присужается двоим представницам системы адукации региона. Я безмерно горжусь тем, что мой скромный труд является частью великого дела – подготовки нового поколения, учителей, воспитателей, тех, кто закладывает будущее нашей страны. У нас работают замечательные педагоги. Мы называем их учителя-учителей, ведь от них зависит, кто сегодня придет в школу, какие будут уроки, какой будет воспитатель, сколько любви и уважения, образования принесут они сегодня в наше учебное заведение. Тым часом на педконференции размова не только об досягнениях, а и задачах на будущем. Наголовные аспекты подчас выступления, звертая увагу, старшиня гомельского облвыконкама Геннадь Соловей. Перш за все, это недоход установил адукации кроковой доступности у новых микрорайонах. Як означает губернатор, проблему мясцовые улады выращают усими махчимыми способами. У приватности будет расповсюджаться в опыт будовництва дитяших садков на першем по версии новобудовлях. Першочерговая же задача для всех супрацовников Галины – створение беспечных умов для детей. У Мирской области 1 сентября распахнут двери 524 школы с обновленными классами, кровлями, инженерными сетями, санузлами, оборудованными для пищеблоков. На эти и многие другие подготовительные мероприятия засходовано 17,5 миллионов рублей. Кроме того, закуплено 20 школьных автобусов и почти 160 единиц технологического холодильного оборудования. Если задача власти – ремонтировать школы, строить детские площадки, открывать секции, где каждый ребенок может реализовать свое право на качественное образование, проявить творчество, социальную активность, то все задача педагогов – создать в школах такую атмосферу физического и человеческого комфорта, чтобы дети шли туда с удовольствием и чувствовали себя как дома. Губернатор подкреслив необходность протягнуть работу по укоренению сучасных стандартов безопасности. У приватности – размова про системы видеоназирания. На этот год выдаткованы сроки на створение проектно-сметной документации для 24 школ. Важно звертать увагу и на школьное охаршевание, а так само плановые медицинские огляды, и они повинны быть не одноразовыми, а системными на протягу усяго научального года. Старшиня Гомельского облаконкомат значил, что детей необходимо приучать сочи за своим здоровьем с раннего взрослого. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Безпека детей во установах эдукации. Пытания приоритетные. Школы и детские садки целиком готовы до приема выхованцев. Коли особенных установ завершается нанесение дорожной разметки. Отповедные потребования включают обовязковый надпись «Школа», на некоторых в улицах ДАИ звернула увагу на необходность обновить малюнок пешеходных переоходов. Наши корреспонденты проверили ход выполнения работ. Термин службы дорожной разметки – в среднем 6 месяцев, потому что год проводится обновление малюнка. Звычайно, это делается перед початком научного года. Уж не в ней дяжерто инспекторы проверили отповедную проверку. После чего дали предприемству СМЭП Гомельского облаконкома задание обновить разметку поблизу школьных установ. На одних в улицах супрацовники нанесли пиктограммы дети, на инших обновили надписи «Школа». Так само реставровали малюнок на пешеходных переоходах и так званых «лажачих» полицейских. Практически на сегодняшний момент нанесено более 95% разметки. К концу дня мы эту работу планируем полностью 100% завершить. В плане нанесения дорожной разметки школы города подготовлены. Стараемся делать это максимально качественно и в соответствии со стандартами. Я думаю, что и уверен, что коллектив относится к этому довольно ответственно. Все понимают, что дети – это самое дорогое, самое важное. Поэтому эта работа, по моему мнению, сделана качественно, но и самое главное – своевременно. До начала нового научного года в Беларуси традиционно проходит акция «Увага, дети». До 4 вересня в день и час суток рух должен оживляться с включенным близким светлом фар, обойденными ходовыми огнями. За невыконание этого потребования предупредена администрационная отказность, попереджение обострав до двух базовых величин. Подчас проведения специальных комплексных мероприемств супрацовники ДАИ будут нести службу колено-лучшальных установ и контролировать беспечную перевозку неполнолетних пассажиров. В рамках данного мероприятия будет проходить профилактическая акция «Безопасная дорога в школу». Во время проведения данной акции сотрудники госавтоинспекции при остановке автомобилей и видя, что там есть ребенок, который находится в детском удерживающем устройстве, будут вручать подарки первоклассникам. Конечно же, госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения. Всегда пристегиваться линиями безопасности. Ну и, конечно, при перевозке маленьких пассажиров использовать детские удерживающие устройства. Безпека детей в эти дни так само у сферы увахивы ротовальников, волонтеров БРСМ и комиссий по справах неполнолетних. Благодаря усилиям и родителей, и субъектов профилактики мы смогли уберечь детские жизни. К сожалению, в Гомельской области мы имеем неединичные факты, когда мы потеряли маленьких наших граждан. И зачастую за каждой гибелью стоит где-то доля вины родителей. Их беспечность, их невнимание, а по сути дела беда – это цена одного мгновения. Уси отказные службы закликают батьков, а так само старейших братов и сестер долучиться до навучания детей правилам беспечных поводзинов. И, вядомо, ни у яким выпадку не покидать малых без нагляду. Вероника Гамзюкова, Андрей Иванов, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск, больше за полсотни проданных объектов и полтора миллиона рублей поступление в бюджет. С початку года комитет «Гомеля обломаемость» провел 90 аукционов по продаже державной нерухомости, якая не выкорыстовывается. Зараз список объектов, які можно набыть таким чином, наличие 170 будинков. Ознайомиться зим можно на сайте комитета. Цены вагаются от одной базовой величины до одного миллиона рублев. Гэты личбы неконшатковые и могут поэтапно сменьшаться. Скидка можа скласть до 80%. Можно набыть держнерухомости для проживания. Такая макшимость есть у физичных особ. С 2013 года жэхары региона набыли на аукционах 110 объектов для поляпшения умов проживания. С початку 2019-го – 15. Усё большее распоусюживание набывают электронные аукционы. В 2019 году подчас всяких торгов продали 13 объектов. За весь минулый год – 8. С плюса – удельничать у таких аукционов можно с любой кропки света. Такой способ продажи, как электронные торги, развивается. За прошлый год было подано всего 25 заявок на участие в таких торгах, а в этом году их уже 53. Следующие электронные торги мы уже назначили. Они состоятся 26 сентября. На них выставлено 4 лота, среди которых, например, интересный лот – это комплекс зданий бывшего лагеря в Петриковском районе. Площадь участка там составляет 2,5 гектара. Там 13 капитальных строений. И начальная цена его всего лишь 13 базовых величин. У Лоеве у першыня отбылся день кавуна Ягося Броу. Фруктово-ягодное свято завершило масштабную инициативу проекта «Школьный сад» для развития сельско-господаршего продпроманництва. Мета-популяризация кавуна, як перспективная для нашого региона сельско-господаршая культура. Удельниками свято стали и наши корреспонденты. Экспериментальный проект «Сорты выучения кавуна» стартовал у лютым этого года. 14 школ з 8 районов области стали консультатовными центрами. На их базе зарегистровались команды. Усяго их 46. У составе як вучные наставники, так и ты, кому цікавая кавуновая тема. Удельники эксперименту растили на своих участках кавуны трогатунков – бедуин, романза и топган. Последнее необходимо было поделиться думками об тем, какие из них больше придатны для наших умов, а так само продемонстрировать выники своих агротехнических пошуков. Удельник кавуна и его сябру это и отбылось. Лоевский регион обраны не выпадково. Повдень Гомельской области якнель лепш подходит для выращивания соковитой ягоды. В связи с изменениями климата, которые произошли за последнее время, здесь образовалась новая климатическая зона, по сути, которая позволяет выращивать вот такие новые сельскохозяйственные культуры, которые раньше не были распространены здесь. То есть ребята выращивают арбузы согласно агротехнике, они осваивают азы экспериментальной деятельности, и, по сути, если у них все получится, они могут продавать свои арбузы под маркой «Школьный сад от школы», то есть получают навыки сельскохозяйственного предпринимательства. За агротехникой все было большим серьезно. У леку консультантов – простовники Института Городництва Национальной Академии Навук. Яни допомагали парадами. Усю остатнє было у руках удельников. Для доброго вынку пришлось попрацовать, однако яно того варто. Мы довольны, мы пропалывали, не все люди добрые не поливали, принимали цену моей работы, и педагоги нам помогали. Июнь был очень засушливый, и нам приходилось поливать ежедневно, как бы так тяжеловато было, но солнце достаточно, она нахватила, они созрели. Эксперимент сортового учения кавуна отрымауся, и он несумненно поспрояя популярности этой культуры на наших просторах. А что тычется смаковых якостей у белорусских кавунов, то и они на належном узроуне. Потенциальные покупники готовы голосовать рублем. Вкусные, хорошие, сочные. Лучше возьму я белорусский, чем астраханский. День кавуна и его сябру не обмежавауся только дегустациями и демонстрацией плодов. Программа свята была вельми насыщенной. Концерты, квесты и экскурсии. Максим Савин, Валерия Гапанькова, Ольга Коновалова, телерадиокомпания «Гомель» Злоева. Выходные поза эфиром в Вилейском районе Минска и в области прошел фестиваль «Белтель радиокомпании». В одиннадцатый раз супрацовники «Меды» и «Холденга» сустрелились на природе, чтобы отпадшить в команде и открыть себя без нового боку. У палаташтым лагеря поселились около 350 удельников, столичных и региональных супрацовников. Все лето головной подставой для корпоративного свята стало 25 годов «Белтель радиокомпании». В совете с этим была означена работа тех, кто унес особистый уклад в развитие эфиру. Как подкреслил старшиня «Белтель радиокомпании» Иван Эйсмант, за последний час «Меды» и «Холденг» поспехово организовал и освятил два международные мероприемства «Дитящее Евробашение» и другие европейские агуни. Нашими глазами мир увидел европейские игры, которые состоялись в нашей стране за эти годы. Много-много всего хорошего, приятного случилось. И я рад, что вы все в добром здравии, в хорошем настроении снова сегодня нашли время, чтобы сюда приехать. Впереди, я уверен, у нас еще больше планов. Я поздравляю вас с открытием этого замечательного фестиваля и поздравляю вас с 25-летием «Белтель радиокомпании». С праздником вас! Все лета фестиваль изменил свой формат. Усе пропонованные активности были спортивными. Жидают, что могли гулять в волейбол, питанг, настольный теннис, плавать на байдарках, пройти эстафету и навык майстер-класс по сальсе. Уни-корме, а теперь, кто спиной, кольцер-класс повернули. И когда llega на пьезда, парензу, спиле меня. Усегуни выучили працавать у команде, патрымливать и слухать один-одного. А выдатное надворье только спрыяло тимбилдингу у неформальной обстановце. Даредший коллектив телерадиокомпании Гомеля тримал диплом за активный удел с поборництвах. Фестиваль поза эфиром с оправдой значная подея для компании, в которой працуют две тысячи человек. До того же, это выдатная макшимость собраться разом, познайомиться и наладить контакты. Доброчинный проект Дары Добро пополнил свою скорбонку запоминальных акций. Сегодня на базе агрессиадзивы под Гомелем волонтеры от Рада Открытые Сердцы организовали свято на свежем поветре для особливых детей. Примерковали подею до надыходящего дня ведау. Особливую увагу надалей будущим першоклассникам с подробностями Евгения Кухаронак. Снег, сирот лето, велизарные мыльные бурбалки в небе и аквагрым. Дитяши аниматоры здесь сняли соправданные отсуды и все для юных гостей свято. На этот раз уделу акции приняли коля 30 семьев, у которых выховываются особливые дети. Они приехали под Гомель с разных ходков в области, как провести разом вольный час, посеброваться и отримать позитивные эмоции. Волонтерский отряд насчитывает более 70 человек и получается, когда кто-то, у кого-то есть какая-то идея, эта вся идея бросается на весь волонтерский отряд и развивается и в итоге получаются вот такие вот мероприятия замечательные. Третий год нам наши друзья предоставляют вот эту вот агроусадьбу, где здесь для них все. Есть развлечения, аквагрим, катание на лошадях, сладкий стол. На следующей неделе мы также планируем посещение детей на домах, которые не могли прийти на это мероприятие. До доброчинного проекта «Дары добро» подключилось немало необъяковых людей. До акции из их допомоги были собраны портфели со школьными приналежностями для першоклашек. Неодъемный атрибут школьника уручили подчас свята. Я думаю, что это неважно, где они будут обучаться. Самое главное, что в ближайшее время они уже перелистнут действительно первую страницу своей, скажем так, уже более взрослой жизни, которая будет напитана знаниями, напитана новыми открытиями, напитана мечтами. Организаторам акции удалось наводо здействовать детячую мару. Мне подарили большую карту. Я очень рад. На самом деле он очень любит географию, очень любит историю, по карте что-то смотреть, собирать. У него с детства пираты, карты, рисуйте ему карты, маленький всегда был. И уже просто вот они карты же изнашиваются, обрисовываются, обливаются. Вот он хотел очень большую карту, но он просто и не ожидал, что ему подарят. Он сегодня на самом деле очень счастлив. Доброчинный проект протягивает дарить добро и далей. Напереде еще шмат мероприемствов, единость волонтеру сдается немая межа, а все тому, что упадяку я наотримливать наилепший подарунок у смешки детей. Евгений Кухаронак, Андрей Иванов, телерадоя компания «Гомель». Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgumil.by На этом выпуск завершен. Спасибо за увагу. До встречи в эфире. Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» в студии Анна Корольчук. Здравствуйте. Прошедшие выходные выдались поистине горящими. В регионе произошло 17 пожаров. Среди причин неисправности электропроводки, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил использования печей и нагревательных устройств, а также детская шалость. На одном из пожаров погиб человек. Так, в поселке Копцевич Петриковского района горел жилой дом. Сообщение о пожаре поступило в половину восьмого утра. При проведении разведки спасатели обнаружили тело женщины. Причина возгорания дома устанавливается. Проверку по факту гибели человека проводят следователи. Пошалил, сарай спалил. Причиной пожара в деревне Головчицы Наравлянского района стала детская шалость. Виновника происшествия раскрыли еще до приезда спасателей. Учащийся третьего класса нашел спички в уличном туалете на территории своего домовладения, который в дальнейшем запалил. Спички кидал на землю, где была сухая солома. После того, как солома загорелась, он не смог потушить ее самостоятельно и убежал домой. Родителям ничего не сказал. Через 10 минут в дом постучала соседка и сообщила о пожаре на территории домовладения. МЧС предупреждает. Детская шалость с огнем – это результат родительской беспечности. Спички, зажигалки и другие опасные предметы должны находиться в недоступных для детей местах. В Гомеле нетрезвый водитель-бесправник совершил два ДТП подряд. Накануне вечером в ГАИ поступило сообщение о скрывшемся виновнике дорожно-транспортного происшествия. Информацию о правонарушителе передали городским экипажам. Однако, через несколько минут новое сообщение. Этот же водитель, проезжая перекресток, на красный сигнал светофора сбивает женщину-пешехода. Второе ДТП заставило мужчину остановиться. Пострадавшую госпитализировали, виновника ждет наказание. В ходе разбирательства было установлено, что 30-летний водитель находился в нетрезвом состоянии. Кроме того, в 2018 году он уже привлекался по данному правонарушению и лишился права управления на три года. Накануне сотрудникам ДПС пришлось погоняться в Гомеле за еще одним нетрезвым водителем. Мужчина ехал на Ситроэне по улице Ильича, когда его попытался остановить сотрудник дорожно-патрульной службы. Требования водитель проигнорировал и попытался скрыться. В погоню за ним пустился экипаж ДПС, дежуривший в 96-м микрорайоне. Далеко уйти от правоохранителей нарушителю спокойствия не удалось. Его задержали. Гонщиком оказался гомельчанин 83-го года рождения. Мужчина был под шофе, как, впрочем, в многочисленных иных случаях, когда его привлекали к ответственности, в том числе и уголовной. С целью предупреждения несчастных случаев на дороге. Если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель, незамедлительно сообщите об этом по телефону 102 в ближайшее подразделение милиции. К этому часу это все новости. Следите за происшествиями вместе с Де Факто и оставайтесь на Беларусь-4. До свидания. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. 14 наград и 6 олимпийских лицензий. Белорусская сборная в числе лидеров медального зачета чемпионата мира погреблена байдарка Хэканоэ, который завершился в Сегете. Как всегда, весомый вклад в копилку национальной команды внесли спортсмены из Гомельской области. Два золота мирового первенства у дуэта байдарочниц Марина Литвинчук Ольга Худенко. Девушки были быстрее соперниц на дистанциях 200 и 500 метров. Отметились спортсменки в заездах одиночек. Худенко взяла серебро на 500 метров келитвинчук-бронзу на 5 километрах. Алена Ноздрева также стала чемпионкой мира. Каноистка выиграла золото на 500 метрах и стала третьей на 200 метровке. Уроженец нашего региона Станислав Дайнека в паре с Дмитрием Натынчиком стал чемпионом мира в состязаниях байдарок-двоек на полукилометровой дистанции. Никита Бориков финишировал вторым в финальном заезде байдарок-одиночек на 500 метровке. Не остался без наград и титулованный квартет байдарочный в составе Марины Литвинчук, Ольги Худенко, Надежды Попок и Маргариты Махневой. У девушек серебро на 500 метрах. В медальном зачете белорусы поделили первую строку с командой Германии. Отмечу, что на чемпионате мира в Сегете разыгрывались также и путевки на Олимпийские игры завершился 19-й тур чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. Гомеле Мозырская Славия проиграли. Зелено-белые в Солигорске были биты местным шахтером 1-3. В составе гостей отличился Квашук. В составе Горняков забивали Ковалев, Баланович и Сачивка. Четыре гола увидели зрители на Борисов арене, где встречались Бате и Мозырская Славия. Правда, забивали только хозяева. Хет-трик Дубайча и гол Волкова принесли победу Бате. В турнирной таблице после 19 туров Славия на 10-м месте, Гомель на 14-м лидирует Брестская Динамо. Женская команда гонбольного клуба Гомель заняла третье место на международном турнире «Звезда Гонбл Кап», который завершился в российском Звенигороде. Соперницами гомельчанок были российские клубы «Звезда», ЦСКА и «Лада», а также финский «Хивк» и сборная Казахстана. Команда Тома Жичатера потерпела два поражения, одержала три победы и стала обладательницей бронзы. Победила на турнире «Тольяттинская Лада». В Гомеле прошел второй открытый турнир среди ветеранов и любителей тенниса. Его посвятили 70-летнему юбилею первого председателя Гомельской областной федерации тенниса Сергея Котова. Впервые этот турнир прошел в прошлом году. Его цель не только пропаганда здорового образа жизни, но и развитие массового тенниса. Первый председатель Гомельской областной федерации Сергей Котов сам регулярно занимается этим видом спорта и показывает пример. Является теннис таким видом спорта не молодым, а разновозрастным. Я мне самому 70 лет, я еще играю в теннис и после таких, я вам скажу, турниров не хочется зачехлять ракетку. В ряду долгожителей тенниса нашей области Арсений Баглай 74-летнему любителю этот вид спорта помогает в жизни. Благодаря ему у спортсмена появились друзья-единомышленники. А для Арсения это секрет здоровья и молодости. Мотивирует прежде всего желание играть в эту игру. Она очень устраивает, потому что не нужен большой коллектив, нужен один партнер, ну или если пару, то три человека. Вот находим и играем и уже на протяжении трудно сказать сколько лет. Мы, может, и не были в большом спорте, но любителями стали и вот стремимся играть в эту игру, любим ее. В планах организаторов турнира сделать эти соревнования международными. В будущем году в Гомель пригласят представителей из России, Украины и других стран. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Субтитры создавал DimaTorzok